С самого начала, создавая флагманскую модель на чистом электричестве, мерседесовцы приняли принципиальное решение. То, что получится, должно по стилю, формату и всему остальному радикально отличаться от классического S-класса. Так появилась модель EQS, которую немцы по частям раскрывали последние полгода. В основе новинки лежит свежая модульная платформа MEA. Соответственно, как это сейчас принято, корпус тяговой батареи является частью силовой структуры кузова. По габаритам флагманская электричка оказалась аккурат посередине между стандартной и длиннобазной версиями S-класса. Но есть одно важное отличие. Если S-ка – это старорежимный седан, то EQS имеет модный формат лифтбека. Любопытно, что для США заявлен несколько иной кузов, удлиненный на 5 см. Зачем они понадобились, пока загадка. Ведь величина колесной базы в релизе не упомянута. С другой стороны, абсолютно фантастическая передняя панель ориентирована на водителя. Это цельный кусок стекла шириной под полтора метра, в который встроены дефлекторы вентиляции и несколько дисплеев. Так перед шофером расположен приборный экран диагональю около 12 дюймов. По центру тачскрин на 18 дюймов. А еще один сенсорный дисплей адресован пассажиру, чтобы тому было чем заняться во время поездки. Немцы сразу уточнили, что гиперэкран будет опцией. И это тот случай, когда доплатить имеет смысл. Также есть смысл заказать спецверсию полноуправляемого шасси, чтобы задние колеса поворачивались на очень большой угол. А вот брать ли двухмоторное исполнение – вопрос спорный. Оно заметно мощнее, но отличается меньшей дальнобойностью, чем одномоторный вариант. Так, для заднеприводной машины анонсированы аж 770 километров на одной зарядке. Притом, если найти мощную 200-киловаттную зарядку, то залить энергии на 300 километров пробега реально за четверть часа. При таких водных наверняка найдутся экстравагантные миллионеры, готовые распробовать новый формат вместо обычного С-класса. Позже появится и менее емкая батарея на 90 киловатт-часов и топовая модификация отдачи 760 лошадиных сил. Продажа неординарной пятидверки стартует ближайшей осенью, а к концу года модель доедет до нашего рынка. Притом российской публике адресован лишь самый мощный вариант лифтбека. Прайс-листы, скорее всего, будут опубликованы пораньше. Продолжение следует...